5 суток административного ареста Эмиля Курбидинова российские силовики задержали по пути в офис 6 декабря, обвинили в размещении экстремистской символики. Поводом стал пост в фейсбуке пятилетней давности. Это дело возбуждено на основании заявления и заявления мусульманина. Мы видим, что силовые структуры меняют тактику. Почему они это делают? Меняют от бессилия. Посредством подобного заявления пытаются показать какие-то противоречия между мусульманами, противоречия между единоверцами и пытаются скрыть за этим заявлением, за этим доносом уши ФСБ и уши других силовых структур. Курбидинов – известный крымско-татарский адвокат, который занимается делами политзаключенных. Он защищал в судах Владимира Балуха, Эльми Умерова, Ахтема Чигоза и десятки крымчан, попавших под каток репрессий оккупационной власти Крыма. Когда 25 ноября российские силовики захватили в Керченском проливе украинских моряков, Эмиль был в числе первых адвокатов, которые взялись защищать военнопленных. «Мы расцениваем это как очередное давление на адвокатов и активных людей в Крыму, которые отстаивают права свои и права своего народа». Сразу после задержания Курбидинова под Киевский суд в Симферополе съехались люди, чтобы поддержать адвоката. «Мы приехали с Жанкойского района для того, чтобы поддержать нашего соотечественского друга, брата, защитника, Эмиля Курбидинова». Заседание длилось 6 часов, но приговор так и не вынесли. Было принято решение объявить перерыв и продолжить рассмотрение дела в пятницу. К активистам вышел Курбидинов с адвокатами. «Из-за моей деятельности, из-за деятельности тех активистов, с которыми мы вместе работаем уже не первый год, из-за деятельности тех людей, которых мы поддерживаем, из-за несловленных политзаключенных и так далее. Вот в этом вся причина. И плюс я еще зашел адвокатом буквально недавно по военнопленному моряку украинскому, небылице Богдану». Судебные слушания продолжились в пятницу утром. Эмиля Курбидинова защищали 6 адвокатов и 6 общественных защитников. По их словам, рассмотрение проходило с многочисленными нарушениями, а в материалах не было доказательств вины Курбидинова. «Единственный документ, то есть, вернее, копия документа, которая имеет правдивый характер и действительно соответствует действительности из материалов дела, это лишь копия паспорта Курбидинова Эмиля Максудовича. Все, что есть кроме этого документа в этих материалах, абсолютно никакого отношения не имеет к материалу, составлены, даже если они есть, с грубейшими нарушениями». После длительного перерыва, отклонив практически все доводы и ходатайства стороны защиты, суд вынес приговор. Пять суток административного ареста. Защитники Курбидинова подготовили апелляционную жалобу. Юлия Крючкова, Эмиран Усейнов, UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова